Ребята, есть такой старый мемес насосало на айфон. Так вот мем-то может смешной, но ситуация страшная, ведь они не появляются просто так на ровном месте. Так что сегодня мы поймаем с поличным самую настоящую героиню такого вот мема. Мы решили провести эксперимент совместно с мужским клубом «Ангар». Разместили ВКонтакте, в пабликах, вписки, содержанки, вот такое вот объявление, мол, отдам девушке айфон за встречу. И одна такая наивная откликнулась. Привет, привет. Заманчиво звучит, что взамен? Ну, видите, да, в предложении из четырех слов она делает уже три ошибки. Значит, она не особо блещет умом. Дальше с ней пошла переписка со всякими там уточнениями и подробностями. И, знаете, это все происходило летом. И мы не просто так выжидали полгода, и вы еще увидите, для чего это было нужно. Сколько тебе лет? Мне 19. Для тебя девушка, которая занимается сексом за айфон, она кто для тебя? Ну, как шкурок тоже еще. Она как бы не умеет зарабатывать. Но все равно надо же трудом, не таким, не интимным трудом заниматься, чтобы заработать себе на айфон. Ребята, это было мнение одного из наших спонсоров канала. Хочешь также попасть в ролик? Ссылочка есть в описании. А теперь время респектов для наших новых спонсоров. Респект парню, который просто ударил по клавиатуре. Возможно, кто-то из вас получит вот эти вот Xiaomi. Так что становись спонсора, пиши свой ник в группу ВК, мы добавим к тебе наш велитный чат. Плюшки более чем достойные за такие смешные деньги. Эта цена всего лишь чашки кофе. Теперь вернемся к ролику. Девушку уламывать вообще не пришлось. Она сама дала на все свое согласие. И даже вскоре начала обсуждать всякие интимные подробности, как ей нравится это делать и все такое. В общем, через день договорились с ней о встрече у памятника Майкла Джексона. И на встречу с ней пошел еврей. Наша девушка не слилась и пришла на встречу. Нарядная пришла в синем платье. Честно признаться, я с ней не переписывался, не общался и вижу ее впервые. По нашему сценарию я ей предлагаю пятый айфон за минет примерочный. Пообщавшись с нашей девушкой, я понимаю, что она начинает сливаться, смущаться. Я тоже понимаю, что сейчас у нас все обломится. Поэтому я предложил ей восьмой айфон за полноценный секс. Как только я все это ей предложил, она меня спросила, вот, ребят, сейчас будете смеяться, как же мне все успеть? Вы понимаете, да, как же ей успеть и ноги раздвинуть, и глубоко рот открыть? В итоге она соглашается, и мы пошли в рестор. Придя в магазин, начали выбирать айфоны. Тебе это нравится? А это нравится? В итоге она выбрала красный восьмой айфон. А вот теперь просто посмотрите, на какую цену себя оценивает эта девица. Еврей пообещал ей два айфона. Два! Айфон SE 64 гигабайта стоит новый, от 18 тысяч. Ей предлагали бэушный, так что, ну, скинем цену до 15. За эти деньги можно взять топовый Xiaomi, новенький, не юзанный, 2018 года. А не старый потрепанный яблочный аппарат, который уже тормозит. Но Xiaomi же топ за свои деньги. Отзывы народа врать не будут, тут все хорошо. А еще она хотела айфон восьмой, красненький, сексуальный, мощный, красивенький. Но в сравнении с топовым Xiaomi он хорошо так отстает. И по мощи, и по оперативе. А я о батарее вообще молчу. Самый дешевый будет стоить в интернете от 44 тысяч. И еврей повел покупать ее в рестор, так что просто сходу накидывая плюс 5 тысяч на ценку. А ведь можно было просто выбрать более выгодный вариант в интернет-магазине, а не этот ваш рестор. Главное, магазин выбрать правильный, а не с палью всякой. И кстати, у Е-каталога появилась новая функция. Списки желаний называется. Создавай свои подборки товаров, делись ими с друзьями. Или оставляй самое интересное, чтоб потом не забыть купить. Весьма удобно получается. По итогу наша девица оценивает себя в 60 тысяч рублей. Всего за один секс. Девица, которая первая пишет парням совписок и делает по три ошибки в четырех словах. Ну, она дура вообще что ли. Понимаете, да, насколько низок интеллект человека и насколько высок у нее ЧСВ. И в салоне якобы не работал безнал. Но мы-то понимали, почему безнал не работает. Потому что мы продавца подговорили, чтобы он нам подыграл. Чтобы она поверила и удостоверилась в том, что она реально получит айфон. И продавец нам сказал. Давайте, ребят, я вам дам полчаса, пока мы тут уладим, устраним все эти наши неполадки. Можете пока пойти прогуляться. Понимаете, у нас есть полчаса. Я решил этими полчасами воспользоваться. Поведя ее примерочную отрабатывать айфон. Пока шли, она начала стесняться и смущаться. И мне объясняют это тем, что никогда в подобных местах у нее не было интима. И чтобы услышали охи, вздохи. И она не получит полноценного удовольствия со мной. Понимаете, да? И в итоге я тоже понимаю, что на самом деле, да, она же тоже может опять слиться. И я ее повез на хату. Мы с самого начала планировали поймать ее с поличного в примерочный магазин. А как мы делали в одном из прошлых роликов. Да, мы там тоже ловили плохую девушку. Но потом еврей мне пишет то, что, мол, они уже едут в такси в квартиру. И мы срываемся и летим за ними. И вламываемся в хату. Привет, привет с тобой. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Мы чай пьем. Че снимаешь? Девочки, мальчики. Ну че, по***ть. В смысле? Ну че, по***ть. Как оно за айфон? Два айфона было. В смысле два? Пятый и восьмой. Восьмой за секс, пятый за минет. И че, че было? То и другое было? Да, я должен два айфона. Че, будешь отдавать айфон? Придется. Придется, да? Обещаю. А че в магазине сказали? Типа, потом придете? Да, потом придем. Полчаса. Че, придете? Ну хотя сейчас пекли чай и поехать. Ну да? Да. И че? Поедешь? Конечно, мне было неудобно и стрёмно признаваться девушке, что это наш эксперимент. Так же, как признаваться людям, что я работаю тамадой. Но я не тамада, а ведущий разных мероприятий, свадьбы, корпоративы, дни рождения, юбилей. Поэтому, друзья, если вы хотите видеть еврея на своем празднике, пишите. И я стану частью вашего мероприятия. Поедем за айфоном? Скажи мне, ты вообще так нормально считаешь, что так вот с первым встречным, да, ну... За айфон, пи***ь, баян, сука, насосало, где дела, насосало, пи***ь, это стрёмно же. Ты че? Это же пи***ь, стрёмно. Или че, это нормально? Ну как ты сейчас понимаешь? Это нормально? Ну по сути нет. А че тогда? Ну ты же на это согласилась? Че тогда? Угу. Вот тебе будет два айфона, а я это сестре отдам, это себе оставлю. Или у тебя какая-то нужда была? Ты же, ну... Саш, у него... Нужда в телефоне, че, серьезно? У него телефон очень разбитый, старый. У него телефон очень разбитый, старый. Айфон там много лучше будет. Будем чай пить. Че так смотришь? Угу. Да я ничего. Че, а куда выложить-то, где посмотреть потом? В Ютубе? Конечно. Да? Удачи. Тебе удачи. Получилось. Сколько вы знакомых были? Минут? Час? Полтора? Не считая дороги сюда, час, да? Да. Час. Час. Наобещал такой. Слился. Ты понравился со мной? Нормально же было? Приятно? Да. Да. А как секс? Нормально. Нормально. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Секс хороший, все нормально, но айфон это не будет. Для тебя, в принципе, нормально за айфон, да? Нет? Нет. А че, почему тогда так получается? По симпатии получается у нас с тобой? Да. По симпатии. Да ладно. Ну, знаешь. Ну, по симпатии ладно. У Полинки тоже было по симпатии? Самое же интересное, Жека, она как Полинка тоже многодетная семья. Ты тоже ребенка. Как у Полинки. А Полинка самая старшая, ей 19. Я пообщался с той же самой, что у Полины. Многодетная семья, кружаться в деньгах. Неблагополучные условия, значит. Да? Получается так. Суть-то вся в этом. И бати нет. Во всем Путин виноват. То, что у нас бабы нынче за айфоны сосут, вторая за месяц. Это только мы начали. Да не первый раз такие девки попадались. Да, у нас было с ним по взаимной симпатии. Да, мы знакомы. Час знакомы. Час знакомы. Мне, во-первых, понравилось с ним общение в контакте, потому что он общался. А, это не он общался. Это не он общался. Это не я общался. Это не я общался. Это не я общался с тобой. Это не я общался с тобой. Я буду разговаривать. По общению в контакте он понравился. Чё? Серьезно? Слушай, пацаны. Назови на ловушку на вайнера. Я говорю, что вот это айфон пятый. Сейчас тебе. Сейчас тебе я его даю за минет. В чем вы говорите? Почему сюда поехали? В деревню? Слышно будет. Поехали домой. Слышно будет. И я это не готов. Ну, экстремально так. Ой, блядь. Вот видишь, я говорю, это он засал. Ну, это он засал. Да. Как не разорваться, так говорит. Сосать-то надо и спать за айфона сразу. Дура. А другие девочки прямо писали, я прямо тут скринчик поставлю. Я за айфон сосать не буду. Да. Вот прям вот это, вот это правильные девочки. А еще другие тоже некоторые писали. А ты сейчас нормально поступила? Ну, по сути, нет. За деньги еще можно понять. Ты понимаешь, ты сейчас в свете выставляешься? Ну, вот и вы покажут. Знаешь, как вот в репортаже Шеремета там, накрыли наркоманов накрыли, притон накрыли. Даже сидит сейчас точно так же. Ты в шоке? Да. Ты в шоке или так это чисто? Как у тебя вообще была реакция, когда пришли ребята? Какая реакция была? Не, ну, в принципе, я это все ожидала. Ты ожидала? Почему ты это ожидала? Ну, потому что. Ну, почему? Ну, объясни, почему ты ожидала, что тут не чисто все. Я не буду объяснять, да. А что такого? Ну, ты просто, ты просто что-то думала-то. Ты понимаешь, что тебе, ну, твое имя не озвучит, и в лицо твое все равно никак. Ну, ты даже если вот говоришь, видео, не видео, лицо будет замазано. Потому что это твоя личная жизнь. Да. Ты выставлена как шалава. Поэтому тоже твои... Мы не имеем право это видео бастить. Поэтому лицо будет замазано. Ты не переживай. Именно. Вот это потреблять? Ладно, за деньги, как проститутка. Это нормально. Ну, п*** за айфон. Сука. Аааа. За телефон сотовый. Два айфона. Два. Один за меня, второй за секс. А ты чего ожидала-то, скажи мне, не признаешься? Ты едешь со мной так по чесноку, гуляешь. Домой ко мне едешь. Все вот так вот. И что ты ожидала? Айфон чисто получить? Че молчишь? Че ты можешь сказать? Ты считаешь себя шалавой? Че молчишь? Тебя разговорить что ли? Считаешь или нет себя шалавой? Вот вам что сейчас надо? Ну, просто мне интересно мнение твое. Я просто вижу такого человека и я в п***е. Я поступил неправильно. Дальше ты что? Ты считаешь себя шалавой? И дальше будете меня тут унижать. Ты считаешь? Я вопрос задал. Да, нет ответ. Ну да, и че? Допустим. Ты считаешь себя шалавой? По двуму это нормально, да? Нет. Нет? Да, я поступил неправильно. И что? Доверие человеку прийти? Вот. Живем на довериях. Какой век? Какие пацаны? Вы все просто стебетесь над девушками. Во. Хорошо. Сказал. Хорошо сказал. Нормально. Я ж на тобой дистебался. Че? А мы над тобой так-то не стебемся? Мы просто провели эксперимент. Ну я описывала. А потом позор на всю страну и так далее. Или куда вы там это все отправите, да? Это нормально? Да. Да? Да. То есть ты хочешь сейчас откупиться, чтобы этой съемки не было? Да. Сколько денег надо за то, чтобы это видео? Чтобы твоя честь осталась не поруганной? Да. Ни сколько. Суть не в том, чтобы с тебя денег поиметь. А суть в том, чтобы ты для себя что-то поняла. Поняла. Я так понимаю. Так вообще жить. Это низко. Это стрёмно. Я сейчас позвоню сестре и просто попрошу мне денег. Не надо. Нам деньги твои не нужны. Сколько бы ты нам не предложила. Тут главное то, что ты для себя поймешь. Что ты скажешь? Мы моралисты. Какую сумму? Говорите. Не надо нам твоих д**й. Не сбрасывай телефон. Ладно, подожди, я тебе перезвоню. Ты что хочешь сказать, что мы у тебя вымогаем деньги что-ли? Эмоционируй. Нам это надо. Нам это не надо. Чем ты говоришь вообще? Кредит собралась. Собралась банки кормить? Ты что? Ты что не работаешь? Просто этот случай должен тебе как-то вразумить так сказать. Что ты знал, что вот так зарабатывать на айфон нельзя. Я поняла. Вот и все. Все равно эту съемку все равно надо как-то прекратить. Все равно что-то надо с замедлением. Я могу деньги позвонить, сестре достать. Нам не надо твоих денег. Для себя просто пойми, что это все дерьмо. А просто не надо совершать такие поступки, за которые тебе будет стыдно. Как думаешь, можно ли вот такую вот шкуру исправить? Честно, думаю, ну, вообще любого человека можно исправить. Это лично по мне. Это все происходило примерно полгода назад. И такой срок мы брали, чтобы просто за девушкой понаблюдать. Изменится что-то в ее жизни. Или она все так же будет бледовать. И знаете, по понятным причинам, пруфов я, конечно, вам не покажу. Но она нашла себе парня. И у них скоро родится ребенок. Так что, мне кажется, этот отлов, как-то оно повлиял на человека. Вот все-таки, ну, положительно повлиял семья. Вот теперь у нее. Надеюсь, она больше не оценивает секс с собой в 60 тысяч с первым встречным из интернета. И не сосет за айфоны, как те бабы из мемов. ЕВГ. Школа жизни. Так что, ребята, пожалуйста, трезво оценивайте всегда ситуацию. И не ведитесь на обещания и уловки барыг. Не то мне стыдно за вас будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok